Добрый вечер, в эфире Вести Крачаево-Черкесия, в студии Хирослав Щекланов. Первая гимназия Уллап-Сыш Абазинского района развернулась масштабная стройка и производится реконструкция одного из двух корпусов этого учебного заведения. Ход работ по капитальному ремонту здания проверил заместитель председателя парламента Крачаево-Черкесии Мусаик Зеков. На сколько изменился образовательный объект и какие на данном этапе ведутся строительные работы, узнавала Альбина Ламкова. Школа построена в 1955 году. Здание рассчитано на 250 мест. Один из корпусов пришел в аварийное состояние, из-за чего детям приходилось обучаться в две смены. Чтобы решить эту проблему, сейчас здесь развернулась большая строительно-демонтажная работа. С каждым годом количество детей в Псышской гимназии увеличивается. В этом году будет обучаться 500 детей. В начальной школе три первых класса. А новое капитально отремонтированное образовательное учреждение поможет решить вопросы с ликвидацией второй смены, сказала директор гимназии номер один Аула Псыш. Планируем разместить всю начальную школу в этом здании. Это с нулевого по четвертый класс включительно. Заместитель председателя парламента республики Мусаик-Зеков был ранее в Ауле. Тогда и поступила просьба о том, чтобы решить проблему с аварийным зданием. После чего, по поручению главы Корчаева-Черкесии Рашида Тимрезова, школа была включена в программу развития образования. Единая Россия очень быстро отреагировала на эту просьбу. И было обращение к администрации республики, к правительству. И вот, как вы сегодня видите, уже организация подрядчик работает. Сегодня мы видим очень четкую динамику. За всю историю, наверное, не было введено и определенной доли процентов, то, что вводится сейчас. В каждом населенном пункте новые детские сады, школы суперсовременные, со всеми необходимыми требованиями. Это гордость, это здорово, когда мы можем четко планировать, когда мы можем реагировать на запросы, как вот сегодня, именно с этой школой. Такая работа будет продолжаться и впредь, сказал Мусаик-Зеков. Внимание к реконструкции Псышской гимназии будет пристальным до тех пор, пока все запланированные работы не будут завершены. По сути, каждый день будем со строителями. Какие организационные моменты будут возникать, будем вместе эти вопросы решать. Главная наша общая совместная задача, чтобы объект был введен в строй вовремя. Мы убеждены, что так и будет. Действительно, на объекте развернулась масштабная стройка. На сегодняшний день 80% работ по демонтажу завершены. Сейчас производят отбивку штукатурки и вывоз мусора. Со следующей недели начнут проводить работы по усилению фундамента. Задействовано на строительном объекте 20 человек. Сейсмоусиление всего здания идет. Перепланировка полная идет. Санузлы здесь будут, но раньше не было их. Санузлы, канализация новая будет здесь. Так, что еще у нас? Сены новые еще будут. Ну, часть, которая сейсмоопасная была, мы убрали. На его место будет возводиться новый фундамент и новое строительство. В скором времени полуразрушенное здание, большее похожее на руины, вдохнет новой жизнью, говорят строители. Школу узнать будет невозможно. Новое здание кардинально будет отличаться от предыдущего. Будет не только современные фасады и новая планировка и кабинеты, но и территория школы будет обустроена модным современным ландшафтом. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия, ПСИЖ. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 тысячи. 956 человек, из них 20 тысяч, 876 выздоровели, 722 человека госпитализированы. Медсестра Светлана Бытдаева рассказала, как проходит вакцинация. Это и в целом ситуация в Кумуше. Из 4 тысяч населения аула на данный момент ответственное взрослое и молодое поколение, осознавая всю серьезность положения, провело процедуру вакцинации. Это около 350 человек. Пациенты с легкой формой болезни лечатся дома, а врачи, в свою очередь, приезжают ставить капельницы и уколы. Все необходимые препараты выписывает больница. По словам медсестры, выходных нет, так как поступает много звонков о помощи и консультации. На данный момент у нас очень много больных. За вот этот последний месяц у нас около 50 человек больных. Скоро нужно, мы отвозим в госпиталь. Если машины не успевают в Карачаевске, мы возим своей скорой. При этом сопровождают медсестра, конечно. Ну, вакцинироваться мы всех призываем, всех просим, но при этом многие боятся. Кто-то приходит, кто-то ждет другого посмотреть, как перенесут. Боятся. Не нужно смотреть много интернет, где говорят, не нужны много информации. В основном именно ее смотрят, и люди из-за этого, наверное, больше боятся. Но не стоит. Очень многие провакцинировались. У них очень хорошие антитела. Они не боятся выходить на улицу. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия Продолжаем выпуск. Мы продолжаем вести рубрику «Наше наследие», в которой по-прежнему рассказываем вам об исторических и культурных памятниках республики. Сегодняшний рассказ о легендарном герое Карачае Джадай Байрамукове. В Карачаевске ему установлен монумент. Шерифат Лепшокова расскажет подробнее. О Джадай Байрамукове широко стало известно лишь в Новой России. Больше 70 лет его имя было предано забвению. Справедливость восторжествовала лишь в 1994 году усилиями Карачаевской общественной организации «Джамахат». А уже в 2000-х здесь, в Карачаевске, Джадай Байрамукову установили памятник. Его имя также носит местная школа, на территории которой расположен монумент. Названа улица, установлена памятная стела на родине в Хурзуке. Память о нем – еще одна черта, характеризующая народы Кавказа. Человек беспримерного мужества и храбрости, плоть от плоти своего народа, отдавший за него жизнь, не будет забыт, даже если о нем не будут упоминать долгие 70 лет. Джадай Байрамуков – тому пример. Он прошел всего 27 лет, ярких и трагических. Старше в многодетной семье мальчик рано остался сиротой. С юных лет познал тяжелый труд, помогал отцу по хозяйству, пас скот, не переставая посещать местную школу. Шли годы, наступил 1914 год, война. Дошла на и до горного аула Хурзук. Кавказцы не были военнообязанными, но тысячи горцев сражались в рядах дикой дивизии. Рвался в бой и Джадай Байрамуков. Не достигший призывного 21-летнего возраста, он приписал себе год и добровольно ушел на фронт. Судьба хранила отчаянного храбреца. Он совершал смелые вылазки. Один ходил в разведку. С поля боя ползком под пулями вынес тяжело раненого боевого товарища Мухаджира Лиева. За заслуги отважного горца наградят георгиевскими крестами и зачислят в почетный конвой. Но служба в тлу не для него, и он снова в бою. Участвует в знаменитом русиловском прорыве. Домой юнкер Джадай Байрамуков вернется полным георгиевским кавалером. Больше ста лет прошло с того времени. Помнят ли потомки о славном сыне Карачая? Он один из самых сильных представителей оландского народа. Джадай Байрамуков яркий представитель карачаевского народа, герой. Конечно слышал. Это полный кавалер царских времен. Мне что интересно, его судьба очень трагическая. Он был и за Умаралиевым, и готов был за нашу советскую власть. И где-то видел, что некоторые парни в кожанках, маузерами, глупости где-то с этим соврали. И вот у него в то время такое шатание было. Где-то борщ делал, но потом как-то пришли и быстрее-быстрее начали затирать. Тем временем на дворе был 17-й год. Повсюду разруха, бандитизм. Видя, как простые люди страдают от разбойничьих шаек, Джадай Байрамуков по решению старейшин организовывает отряд самообороны для несения караульной службы и борьбы с преступностью. Имевши боевой опыт, он основательно берется за дело. Слова Джадая шла далеко за пределами Карачая. Он в одиночку предотвращал грабежи и убийства, не расставаясь со своим легендарным ручным пулеметом. Простые селяне находили у него защиту. Помогал он и пастухам, возвращая угнанный скот. В своей книге о Джадай Байрамукове автор Шамиль Бачаев описывает воспоминания сейта Ахмата Эбзеева, прожившего 105 лет, и встречавшего Джадая в 20-летнем возрасте. Аксакал отмечал не только мужество и справедливость героя, но и его верность кавказским традициям. Молодой человек был сдержан, тщательно обдумывал каждое слово. К нему с уважением относились старшие. Джадай Байрамуков не мог принять объявленный новой властью массовый террор с расстрелами и прудразверсткой, и он оказывается в противоборствующем лагере. Но и там не находит справедливости и возвращается домой. Влиятельный революционер Умаль Алиев хочет использовать огромный опыт бесстрашного карачаевца во благо новой власти. Но маховик террора уже запущен. Самостоятельный, пользующийся авторитетом Джадай не нужен большевикам. Убийца находит его на коше. В холодный февральский полдень в горах раздаются предательские выстрелы. Есть детальные подробности того часа. Верхнюю одежду Джадая один из преступников тут же надел на себя. Тугое, не снимающееся золотое кольцо было взято вместе с пальцем. Убийцы надеялись, что никто об этом не узнает. Но на весь карачай и через сто лет раздается народная песня плач о храбром, справедливом Джадай, умевшем воевать, любить, стоять за людей и быть беззащитным перед предательством. Шрифат Левшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. 37 детей из Левашинского района Дагестана провели летний отдых в санатории «Озон» курорта Тиберда. Для ребят была организована насыщенная программа отдыха, и ребята познакомились с живописнейшими пейзажами республики. Чтобы посмотреть, как отдыхают дети, на днях прибыла делегация из Дагестана. Они осмотрели санаторий «Озон» и пообщались с детьми. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Обмен детьми для отдыха в летних лагерях, что позволит установлению дружественных связей между нашими регионами, отмечают представители дагестанской делегации. Представители Республики Дагестан в Карачаева, Черкесии Магомед Магомедов вместе с гостями осмотрели условия отдыха детей в санатории «Озон». Также они побывали в процедурных кабинетах, где помимо отдыха здесь можно восстановить свое здоровье. Горный чистый воздух и, конечно же, комфорт, где наши дети отлично отдохнули, отмечают гости из солнечного Дагестана. «Мы специально оброшли все эти кабинеты, все комнаты, квартиры, где в комнате, на морях все условия. Душ, баня, туалет. Я думаю, не в всех этих возрастных лагерях это все, в базах отдыха даже это есть. Даже в санаториях, в базах отдыха такого еще не везде это есть. А тут дети отдыхают в таких номерах. Это очень хорошо». Для детей была организована насыщенная программа. За время своего отдыха в санатории «Озон» ребята побывали в Тибердинском заповеднике. Руководство санатория отмечает, что каждый день по вечерам для них проводятся концерты с участием волонтеров. В целом, можно сказать, они остались довольными нашими условиями отдыха, заверил директор санатории «Озон» Елена Ткаченко. «Дети у нас во время пребывания принимают пятиразовое питание. Лечение не проходит, просто отдых. Каждый день у них утром наш инструктор ЛФК проводит, Оксана Мухаддиновна, проводит вот на этой площадке, проводит с ними зарядку. Зарядка очень веселая, разработана специально для детей. Потом они принимают завтрак, гуляют по нашему теренкуру. Территория огромная, три гектара леса, очень красиво. Сосновые и вот голубые ели, где они гуляют на теренкуре и дышат нашим воздухом». Мы своими глазами увидели эту неописуемую красоту. И, конечно же, санаторий «Озон» – это место, где можно не просто отдохнуть, полюбоваться живописнейшими пейзажами этих горных мест и подышать чистым воздухом, отмечают дети из Дагестана. «Впечатления у нас остались позитивные. Нас тепло приняли. За это отдельное спасибо руководителям этой организации за такой теплый прием. Терпение, то, что они все это время уделяли нам внимание. Творческие вечера, которые проводились с детьми. Развлекательные путешествия. Особенно детям понравились походы в горы, реки, все мероприятия. Ну, вообще, в целом остались только положительные эмоции. Честно говоря, впечатлений прям очень много. Честно говоря, хотел бы сказать большое спасибо всему персоналу и, главное, администраторам за такой большой теплый прием. Поразило количество мероприятий, которые нам организуют. Как говорится, сидеть здесь не приходится. Нас постоянно будут на какие-то прогулки, в горы нас отвели. Я был во многих местах, в Краснодаре, где. Но такого желания вернуться, как здесь, еще никогда, честно говоря, не было. Мне здесь больше всего понравилось. Масса впечатлений и знакомств. Уезжая, каждый из нас заберет с собой воспоминания наших дней в этих чудесных местах. И, конечно же, мы надеемся, что еще вернемся сюда, сказали в завершении нашей беседы дети. Али Халим Шоков, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Это «Все вести» прямо сейчас. Продолжение сериала «Вместе навсегда». Продолжение следует...